Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ACBC, еженедельная программа «Час предпринимателя». Наш проект «Час предпринимателя» записывается на территории гостеприимного отеля «Хилтон Баку». Также вы сейчас на своих экранах видите ватсап-номер нашего телепроекта, куда вы можете отправлять свои вопросы, предложения. Я хочу представить тема сегодняшней нашей программы – это женское предпринимательство в Азербайджане. Я хочу представить участников сегодняшней нашей программы. Это наши постоянные эксперты, автор идеи «Час предпринимателя», доктор экономических наук, профессор, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев. Господин Гулиев, здравствуйте! Здравствуйте! Член коллегии адвокатов, доктор философии в области права, глава общественного объединения по правовому экономическому просвещению предпринимателей Фархад Сатара. Фархад Марин, здравствуйте! Здравствуйте! И наши сегодняшние гости – это исполнительный директор женского сообщества «ИС» Инамлы В. Зариф Роза Ханум-Мамедова. Роза Ханум, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! Спасибо за приглашение! Благодарим! Ну и по традиции я бы хотел первое слово предоставить господину Гулиеву Руфат Налям. Расскажите о том, как развивается в Азербайджане женское предпринимательство. Вы знаете, пользуясь тем, что сегодня у нас сидит и сама женщина-предприниматель, и тема развития женского предпринимательства, мы, наверное, я свою реплику тоже ограничу, так, чтобы ей было более удобно больше рассказать о своей деятельности. Значит, единственное, что я хочу сказать, да, Азербайджан – это действительно светское государство, и у нас, в отличие от стран, где, в принципе, религия исламская, идет бурное развитие, значит, женщин-предпринимателей, женщин в области культуры, в области спорта. Это действительно, я думаю, что проявление, с одной стороны, государственной политики, так, у нас последние 20 лет женщин привлекали и привлекают и будут привлекать во все сферы, значит, работы, жизни. В парламенте у нас достаточно много женщин в правительстве, и я думаю, что это правильная политика, и женщины должны быть тоже активными, это большой плюс. Так что я ограничусь вот такими, да, сентенциями, а остальное уже мы передадим уважаемому Фархад Меллиму, ведущему нашему другу, товарищу. Конечно. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, если говорить о вопросах перспективы развития женского предпринимательства в Азербайджане, прежде всего я хотел бы отметить, что еще в 2000 году кабинетом министров были утверждены национальные планы по, значит, вовлечению женщин в общественно-экономическую жизнь нашей страны. И согласно вот этим планам предусматривается в обязательном порядке участие женщин-предпринимателей в различных консультативных, значит, органах по процессе принятия, обсуждения каких-либо экономических проектов, потому что есть непосредственно возможность получения информации, как говорится, из первых рук. Честно говоря, вот перед началом нашей передачи я посмотрел некоторые статистические данные Госкомитета по статистике, и я вот обнаружил, к своему приятному удивлению, что вот особенно в регионах нашей страны, вот женщины, то есть количество женщин, которые прошли через государственную регистрацию, получили свой ВИИН в налоговом управлении, то есть получили статус налогоплательщика, то есть даже ничуть как бы, да, они не отстают от мужчин. И тренд к росту. Да, тренд к росту в некоторых регионах даже и превосходят. Я, к сожалению, не могу сказать, что насколько вот этот статус активного предпринимателя держится в процентном соотношении, но тем не менее факт остается фактом. И мне кажется, что это является в какой-то мере, вот, скажем так, да, вот результатом реализации, как вы знаете, в 2019 году господином президентом были утверждены, значит, целая программа по социально-экономическому развитию регионов 1923. И вот это является вот одним из показателей. Даже, кстати говоря, вот согласно вот этим, этой программе подчеркивается, что необходимость вот дальнейшего вовлечения женщин вот в микро, в среднем предпринимательстве. Один из таких два основных направления есть, которые необходимо исполнить, это, значит, повышение финансовой грамотности и повышение навыки. Использование информационными технологиями, то есть это являются какие-то вот базовые принципы для того, чтобы максимум вовлечь женщин вот в процесс предпринимательства. Опять-таки, я считаю, что есть хорошие возможности вот развивать, вот особенно мы должны, наверное, развивать традиционные виды бизнеса в тех самых регионах, да, почему? Потому что в этой же связи нужно учитывать определенные ментальные особенности. Специфику. Да, специфику, потому что азербайджанская женщина, она больше привязана к своей семье. И поэтому, если есть возможности, скажем, развития бизнеса, например, ковроткачества, то есть женщина может заниматься бизнесом у себя дома. То есть есть, на самом деле, хорошая программа, когда предоставляются соответствующие станки или исходные какие-то материалы для того, чтобы активно заниматься вот этим бизнесом. Я думаю, что также очень и наши банки тоже могут активно участвовать, предоставлять какие-то, скажем, услуги, то есть какие-то пакеты каких-то льготных кредитов именно для развития вот женского предпринимательства. Ну, я понимаю, что, может быть, некоторые сейчас банкиры будут говорить, что, а где гарантия того, что там не будет манипуляции, да, то есть под предлогом того, что это идет развитие женского предпринимательства, может быть, сами мужчины. Но я думаю, что, опять-таки, то есть есть очень хорошие возможности для того, чтобы контролировать все эти процессы. Также, например, допустим, я могу сказать, что в зарубежных странах, вот в практике очень хорошо используется в процессе каких-либо вот тендерных закупок. Есть, устанавливается конкретный процент, скажем, в процессе каких-то тендерных закупок, сколько-то процентов должно закупаться у предпринимателей женщин. А это не нарушение гендерного равноправия? Нет, ну, Руфат Мэрна, смотрите, те проблемы, которые стоят перед бизнесом, они общие. Но возможности решения вот этих проблем, да, и у мужчин, и у женщин, они отличаются, да, скажем так. Я не могу сказать, что у женщин, скажем так, меньше возможности для решения, но все-таки, потому что нужно учитывать определенный статус возможности женщин. Поэтому я считаю, что в какой-то мере это обоснованное решение для того, чтобы поддерживать таким образом вот женщин-предприниматели. Опять-таки, хотел бы сказать, что вот значимым аспектом является, что вот 90% в социально ориентированном бизнесе, в сфере, скажем, образования, или в сфере, скажем, воспитания детей, в основном задействованы женщины, опять-таки. Репетиторы. Репетиторы, значит, детские сады, это тоже вот комические детские сады, то есть в основном здесь вовлечены женщины. И поэтому я, опять-таки, я считаю, что процессы просвещения, скажем, женщин-предпринимателей, правового, экономического, финансового, это имеет очень большое значение. Вот вместе с тем, хотел бы отметить вот особую здесь роль, я всегда это отмечаю, вот Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Достаточно в большом количестве они проводят различные мастер-классы, тренинги, привлекают опытных женщин-предпринимателей, которые как бы уже на своем языке, они, скажем так, могут делиться своим опытом. А у меня к вам вопрос, уважаемый Фархад Малин. Вот вы возглавляете молодую, но достаточно опытную организацию по юридическому и экономическому просвещению предпринимателей. А вы как думаете, вы тоже хотите разделить консультации предпринимателям-женщинам, предпринимателям-мужчинам, потому что, понимаете, у женщин когда-то это больше идет к феминизму. Но у нас же на философские эти самые переходим. Ванна, я могу частично ответить на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Я понимаю вас. У нас, конечно, есть закон обеспечения гендерного равенства. То есть и среди предпринимателей, и среди работников и так далее. То есть это, скажем, есть, эта тенденция есть. Но, опять-таки, учитывая то, что женщина, как предприниматель, понимаете, она одновременно и занимается своей семьей. Одновременно она должна развивать свой бизнес. То есть государство, учитывая вот эти... Розахам, я не знаю, вы со мной согласны? Согласна. В какой-то мере все-таки оказывать поддержку вот женщинам-предпринимателям. Может, мы все-таки Розе Ханом передадим слово? Я тоже хотел предложить. Три мужчины сидят и обсуждают проблемы развития женщинского... Нет, это была вступительная экспедиционная часть. Я ее пытался сократить, но она уже удлинилась. Давайте передать ей слово. Я хочу действительно передать слово Розе Ханом. Скажите о вашем бизнесе. О вашем бизнесе, о сообществе и какие основные направления вашей деятельности, пожалуйста. Благодарим, прежде всего, за приглашение. Мы представляем сообщество «Женщины Азербайджана» из Инамлава Зарив. Это открытая платформа для объединения, развития и мотивации «Женщины Азербайджана». Основатель нашего сообщества Рена Ханомна Джавзадеса Даддинама. И хотелось бы выделить такие значимые направления нашей деятельности, как вы отметили в начале передачи. У нас сегодня тема женского предпринимательства. Об этом мы будем говорить больше, конечно. Но также хочу выделить, что мы стараемся популяризировать культуру Азербайджана. И с этой целью у нас наши выпуски на наших страницах в социальных сетях, как на азербайджанском, так и на русском языках. У нас очень много интересных проектов. И если вернемся опять к теме женского предпринимательства, мы часто проводим мероприятия в формате нетворкинга, где объединяются женщины разных профессиональных направлений, разных возрастов. С нами и Ханум, которые представляют близкие, опять же, для женщин, как Фархат Малим отметил, в вашей речи было отмечено, что женщины больше в здравоохранении, в сфере образования. И очень радует, что сейчас в нашем комьюнити вы можете познакомиться не только с педагогами и врачами, но и женщины, которые работают в крупных компаниях. Есть Ханум, которая в банковской сфере, есть в юридической сфере. То есть очень много разных направлений. У нас часто проводятся бранчи, завтраки, вечера, опять же, в формате нетворкинга. Мы стараемся обмениваться полезными знаниями, мы стараемся стартапам помогать развиваться. Поэтому на наших страницах Instagram и Facebook очень часто можно увидеть видеоотчеты, где женщины, представляющие микробизнес, малый бизнес, могут на большую аудиторию, так скажем, заявить о себе. Также с этой целью у нас проводятся ярмарки. Там мы не только можем предоставить некий стенд для Ханум, она может там не только, грубо говоря, продать свои какие-то изделия или же продукцию, но и обрести полезные знания. У нас есть обращения такие, как, например, у женщины интересное хобби. Она занимается вышивкой или же она занимается заготовками. Она просто не знает, как рассказать, как это развить. И в этом случае мы, конечно же, подключаем наших более успешных, так скажем, женщин, которые утвердились, которые оставили свой след в обществе. Наше вот сообщество называется ИС, не зря, потому что мы верим, что каждая Ханум может утвердиться в обществе, может развиться во всех направлениях. Вот так. А вот здесь один вопрос. Вот вы говорите, помогайте таким женщинам, которые в вышивке, там, заготовке. Это она просто рецептами делится? Или она уже думает о том, чтобы выйти на больший рынок, чтобы продавать свои изделия? Совершенно верно. Вот здесь, смотрите, как у нее есть какое-то хобби, например. Замечательно, опять же, если мы говорим о заготовках. Эту заготовку, чтобы вывести на уровень бизнеса, прежде всего, нужно как-то оформить. Нужно, опять же, если мы говорим о каких-то вот... А с продажами как вы можете помочь? Да, опять же, ярмарки. Ярмарки или же наши встречи, где женщины могут... Это физические ярмарки или это ярмарки в интернет-пространстве? Физические. Физические. Да. Физические ярмарки. И там женщины могут, опять же, продавать. Но у нас такое направление, что мы помогаем аудитории узнать о них. То есть, если Ханам только начинает заниматься, они не знают, мы помогаем показать, что вот это вот такой замечательный местный азербайджанский стартап. Почему бы о нем не узнать и другим, кому это и понадобится? Можно еще вопрос? Конечно. Да. Нужно. Значит, смотрите, я же все-таки депутат. И мне очень интересно, я всегда, видите, немножко думаю по тому принципу, что чем больше людей будут заняты трудом, если у них будет источник к существованию, значит, какие-то свои, значит, покрывать потребности и так далее. Вот здесь мне интересно механизм и как, и каким компаниям, и кому вы так помогли. Насколько это успешна ваша помощь? То есть, какие-то примеры успешной помощи и деятельности. Спасибо за вопрос. Конкретно по продукциям, по услугам, пожалуйста. Я хотела бы, вот каким нашим опытом, так скажем, поделиться. У нас есть замечательная писательница Лала Умут, и у нее есть книги на русском языке. Это фантастика, фантастику, которую пишет? Не только фантастику, то есть там очень интересно, там и больше драмы, и фантастику. Там очень несколько мотивов, так скажем. И благодаря нашей деятельности о книгах Лала Ханум узнала большое количество женщин, ее читатели не только женщины, но и представители, так скажем, сильного пола мужчины. И вот сейчас буквально о ней многие уже знают, потому что на наших встречах, на наших бранчах она могла делиться и рассказывать, что, допустим, в таких-то магазинах продаются ее книги, и, пожалуйста, вы можете их приобрести. Это одно из направлений. Также у нас есть Ханум, которые занимаются домашними заготовками. Выпичками? Нет, не выпичка, а масла, свежевыжатые масла. А-а-а. Да, и оливкое масло, может быть, кокосовое масло, разные продукции. И, опять же, мы помогли, в каком смысле мы на нашей платформе представили большой аудитории ее продукцию. Вот так. Также вот у нас ярмарка прошла в формате нетворкинга, и там около 20 женщин-предпринимателей разных направлений. Это и украшения, это и мыльные цветочные композиции, это и одежда, это и аксессуары, разные направления. Они тоже представили продукцию, смогли финансовый, так скажем, оклад тоже есть. Поэтому вот так. Можно я сразу два вопроса, если можно? Роза Ханн, скажите, пожалуйста, в основном вы координируете свою работу, скажем, предпринимателями женщин, которые в основном живут в Баку, я так понимаю. Да. То есть есть у вас какой-то опыт взаимодействия, скажем, с женщинами, которыми в регионах работают? Если есть, пожалуйста, на эту тему два слова. И плюс, вот ваша организация, вот у нас несколько раз отмечали, да, существуют различные агентства, государственные организации, которые оказывают поддержку. Вот как вот вы организовываете свою работу и, на ваш взгляд, какую помощь именно государству, в лице вот этих тех же самых агентств государственных, да, по поддержке, да, могут оказать помощь вот именно для развития женского предпринимательства? Вот ваши ожидания, да, скажем. Спасибо большое, Фархад Малим, за вопрос. Начну с первого. Нашей деятельностью скоро исполнится год, поэтому мы стараемся выйти не только за рамки нашей столицы Баку, но и за пределами, так скажем, Азербайджана. С этой целью мы ведем, опять же, контент на русском языке, Инстаграм и Фейсбук. Сказать, что в регионах где-то мы конкретно какой-то пример привести, будет проблематично, но я хочу отметить наши туры. Мы организовываем поездки за город, то есть это... Интересно. Да, в Лагрич была поездка, у нас в Красную Слободу была тоже поездка, и уже там на месте у нас так получалось налаживать полезные связи. То есть вы там организовывали какие-то там выставки или... Мы именно ознакомительно ехали, да, вот больше такого... Я понял. Да, в целях просвещения, так скажем, знакомства с регионами. Обмен опытом. Да, совершенно верно. Также отвечу на ваш второй вопрос. У нас проводятся очень интересные выпуски, были отсняты, и мы затрагиваем тему не только женского предпринимательства, а различные. Это и культура, это и спорта. И вот, к примеру, у нас есть замечательный выпуск с Марианой Васильевой, главным тренером Азербайджана по художественной гимнастике. Занеситель министра оборудования спорта. Да, совсем недавно назначили. Тоже приятная очень новость. Мариана Ханум рассказала нам о деятельности федерации, поделилась информацией полезной о том, как девочки развиваются в спорте. Наша цель была какова, то есть цель выпуска – познакомить аудиторию, представить, что вот так вот развивается спорт, вот так-то развивается, так скажем, вне классная, вне школьная жизнь девочек. У меня есть интересная информация. Это, скорее всего, не вопрос, а, так сказать, поделиться. Ведь она не первая у нас, Фархад Малим, из женских предпринимателей. Вы же помните, у нас были такие еще девушки, женщины, которые и сельским хозяйством занимаются, и производством различных, значит, приправ, и маркетинг, и так далее. Была у нас в гостях еще одна, я не помню имена, но у которой есть свой клуб какой-то там в центре города, да, это помню, да. Скажите, пожалуйста, а вы знаете таких вот успешных женских предпринимательниц? То есть у вас есть с ними контакты или нет? И это раз. И второе, я хочу вот обратиться к нашим, значит, телепредпринимателям, мы им так говорим, да, и целью нашей программы является, прикладной частью, является то, что мы хотим развивать отношения между предпринимателями, чтобы им легче было общаться, чтобы легче было работать и так далее. Кого вы знаете из таких ведущих, которых можно, вы можете себе взять, как иногда говорят, лицо журнала, да, говорят? Обложки. Да, лицо обложки, да. Это немножко такое женщина обидчивая, Руфа Атмальдом. Мы кого-то забудем, мы криминация. Нет, вопрос не в этом, нет, но если идет, вы понимаете, помните, когда мы начинали, мы хотели приглашать всегда предпринимателей, на которых другие предприниматели могли бы равняться, брать пример, что это такое, да, локомотивные люди, которые могут, я с этой точки зрения спрашиваю, почему? Потому что у нас действительно, мы отошли от многих религиозных догм и так далее, там, и тому подобное, но, чтобы достичь того, чтобы женщины поверили в свои силы, да, смогли бы заниматься предпринимательством, смогли бы, ну, репетиторство, врач, там, учитель, я не знаю, это, это традиционное классическое им сто лет. А вот именно это, вот как бы вы посмотрели на это, я не имею в виду, что один, каждый раз одну и ту же предпринимательницу, ну, хотя бы, чтобы создать такой нетверк между такими предпринимателями, вот ваше мнение. Спасибо большое за вопрос, Руфат Атмальдин. Ну, здесь бы, конечно же, не хотелось бы кого-то обидеть, очень много у нас талантливых, успешных женщин. Я хотела бы отметить, что у нас есть интервью на наших партнерах, около 50 выпусков, и героини этих выпусков женщины, которые оставили, опять же, свой слег, которые утвердились в бизнесе, в обществе и так далее. Кого выделить можно? Вот, например, Тамилу Ханамна Срулаеву, человека с большой буквы, который долго, более 30 лет занимался судебным, так скажем, судебной отрасли. И впервые она была в объективе камеры. Конечно же, получился интереснейший выпуск, она рассказала о своей деятельности. И кому-то, кто только-только начинает, может исчерпать для себя какие-то полезные моменты. Также у нас очень много, как сейчас модно говорить, инфлуенсеров, блогеров, у которых достаточная аудитория, которые сами реализовали себя очень так, как предприниматели. Как блогеры? Блогеры-инфлуенсеры, или как по-другому. А, блогеры-инфлуенсеры, лидеры мнений. То есть оказывают влияние на мнение. Да, совершенно верно. Вот очень много Ханам из этой области. Также рестораторы были у нас. Сам Бог велел. Да. Рестораторы из сферы образования были Ханам. Много подкастов проводилось. Также вот у нас тоже очень интересный выпуск был, опять же, на тему предпринимательства. Летом мы его опубликовали с участием женщины, у которой есть маркетинговое агентство, а также Ханам, у которой есть свой груминг-салон. И здесь мы обсуждали, да, и отметили, согласно статистикой, что на только, ну не только, я не буду так преуменьшать, 21 процент, 21,03 процента предпринимателей это женщины. Это сегодняшняя статистика. На 1 января 2021 года. Вот так. И если смотреть вот этот диапазон за 7 лет, то почти в трое выросло число предпринимателей женщин. Вы тесняете, да, мужчин? Ни в коем случае. Да, и не конкурируете. Фоман, я должен сказать, что на самом деле, я, конечно, не хочу упоминать конкретно, но вот сейчас вот очень активно развивается, есть целая сеть, скажем, те же самые косметические, парфюмерные, которые вот эти... У нас будет в гостях женщина, девушка, у которой есть несколько, да, вот, наверное, в следующих передачах какой-то одной из них есть у меня в плане пригласить ее. Да, она может рассказать о том, вот какие выправы, да, вот эти вот косметические какие-то и так далее открываются и, главное, расширяются. Да. Но я понимаю, это очень хорошо для того, чтобы женщины хорошо и правильно тратили свое время. Да, понимаю. Но тем не менее, тем не менее, Руфат Марин, согласитесь, что вот на самом деле я думаю, что здесь также нужно учитывать определенные возможности, да, скажем так, насколько женщина может более эффективно себя проявить в той или иной сфере. То есть вот парфюмерия или это вот сеть каких-то вот кафе, о котором вы упомянули. Вот до этого я еще говорил насчет того, что вот можно было бы вот именно для развития женского предпринимательства вот выделять какие-то, скажем, льготные банковские какие-то. Почему? Потому что, опять-таки, женщина, она как хранитель очага, она более ответственная, да, то есть нежели мой мужчина, Руфат Марин, согласитесь, что вот если там идет время выплаты каких-то кредитов, то есть она заблаговременно пойдет, она будет все выплачивать, погашать и так далее. Ваши вот эти все, понимаете, предложения, они, опять-таки, подтвержду, повторюсь, феминисткам не понравятся, они требуют равноправия во всем. Ну, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда, да, я тоже считаю, что, ну, 21% есть, есть, это уже большая заслуга, видимо, все-таки и наш прекрасный пол. Феминизм, Руфат Марин, немножко чуждо для нашего азербайджанского общества, это более такое направление западноевропейское, поэтому еще не прижилось к нам. Я имею в виду, ну, конечно, с определенной долей иронии, вообще мы сегодня как-то немножко иронично обсуждаемся, ну, понятно. Это прекрасно. Да, это прекрасно, естественно. Здесь есть вопрос в том, что, допустим, я бы удивился бы, если бы какая-то девушка или женщина стала бы шеф-поваром. Кстати, я ни разу не видел, не слышал и не читал. Есть, есть, у нас есть такие. Обычно все повара, хорошие портные, хорошие парфюмеры. А вот здесь конкретно вот феминистки на вас обеются. В большинстве случаев Руфат Марин прав, но я нет, я знаю, например, такие кафе, где вот женщины-шеф-повар. Нет, администраторы я вижу, я знаю, они управляют, понимаете. Вот ваше мнение, вы видите, мы ведем обмен мнений, дискутируем. Вы как думаете, в каком направлении еще может развиваться женское предпринимательство? Ваше мнение. Если мы учитываем тот факт, что женщины всегда стараются везде успеть и везде преуспеть, то есть обязательно она хранительница очага, и у нее может быть свое любимое дело. Наверное, нужно просвещать наших женщин о их правах в бизнесе, то есть о том вообще, как это начать, как это развить, и что можно получить, опять же, если говорить о поддержке со стороны каких-то структур. Многие просто не знают, как это продвигать. Начать, может быть, даже. Вот как вот стартап развить, и здесь уже более успешные женщины могут как-то друг другу помочь. То есть у нас вот такой обмен, получается, знаниями. Но у нас проводятся тематические встречи, куда мы приглашаем юристов, куда мы приглашаем... Тоже женщин-юристов. Ну, пока так получилось. Ну, опять же, мы, например, та же ярмарка наша в формате нетворкинга. Там не только женщины-предприниматели были, но там и представители. А вот это давно у меня зрел этот вопрос. Вообще, в вашем этом объединении... Отпускают ли мужчин-предприниматели? Вообще, конечно, там закрытое все. Крутый клуб. Да. Не, у нас, конечно же, есть мужчины, у которых, например, бренд... Есть женщины-предприниматели, да? Женская продукция, например. Сегодня немножко иронично, но это... Не, ну, действительно, есть предпринимательные мужчины, которые работают... Там тяжело понимать. Молодые. Я вот сейчас хочу объяснить нашим телезрителям. Наше поколение, я свое поколение имею в виду, мы больше все-таки думали о том, что вместо женщины, роль женщины больше... Это воспитание детей. Ну, мужчины-то добычаек. Он идет там, работает, зарабатывает и так далее. Ну, вот видите, я вам скажу, что мнение последующих поколений, тем, кому сегодня 30, 35, 25, я вот когда знакомлюсь, они все даже, когда решают принимать самое наиболее судьбоносное решение своей жизни, то бишь женятся, они даже условием ставят, что жена должна работать. То есть их не интересует даже материальная сторона, а интересует, чтобы она развивалась. Самореализация. Да, самореализация. И, наверное, часть этих молодых людей, они были бы не против, если бы их супруги занимались бы бизнесом частным. Вот об этом, что вы можете сказать. Именно женское предпринимательство и семья, скажем так, есть там какие-то противоречия. Или эти противоречия уже нет. Вы отметили очень правильную тенденцию, на наш взгляд. Женщины сейчас успевают заниматься несколькими делами. То есть ни в коем случае они не преуменьшают роль семьи или же воспитания детей или же какие-то другие личные аспекты. У них получается все успевать. То есть они правильно, наверное, управляют своим временем. Они занимаются любимым делом, то, что им действительно нравится. Здесь не только денежный вопрос есть, да? Здесь не только денежный вопрос. И как правильно отметил Олег Малин, здесь больше самореализация. То есть заниматься любимым делом, утвердиться в обществе, опять же, какую-то общественную, важную для себя роль нести. На мой взгляд, опять-таки подтверждение от ваших слов, мне кажется, что если стоит какая-то дилемма перед женщиной, что выбрать карьеру, бизнес или же семью, для западного общества такой практически дилеммы нет. Они большинство выбирают в сторону своего бизнеса, да, скажем так. Но все-таки вот в восточном менталитете, все-таки если перед женщиной стоит такая дилемма, все-таки она более предпочитает семью. Это реальность, это традиционная. Правильно. Вы же знаете проблемы Запада сегодня? Именно исхожая из... Это же демографические проблемы. И большинство этих проблем, они именно исходят вот из этого. Да, это и старение, то есть они вынуждены, как бы они ни лукавили, они вынуждены сегодня принимать мигрантов, потому что у них уже они пришли к критическую точку, точку невозврата, они уже перешли. Здесь, понимаете, здесь должны быть определенные, Фархад Малим, должны быть определенные, чтобы не было диссонанса, чтобы это было правильно. То есть я согласен, сегодня уже очень много функций, которые раньше женщины делали в семье, начиная там от кухни, заканчивая там, значит, стиркой, скажем так. Это уже практически вся эта аппаратура есть, просто надо вовремя все это загрузить. А насчет кухни, я вам скажу, что пока у нас до этого там не дошло, но к этому и идет. Многие семьи даже заказывают полуфабрикаты, покупают, заказывают готовую еду и так далее. Хотя этого я не могу понять, но тенденция развития идет к этому. И это, кстати, приводит к тому, что у женщин появляется достаточно свободного времени для того, чтобы вести какой-нибудь, значит, какой-нибудь вид деятельности, связанный с предпринимательством. Но здесь самое главное, самое главное – это воспитание детей. Потому что если дети будут расти в интернете, то, да, это ни к чему хорошему не приведет. Вот я вам скажу, что нам надо думать всегда о будущих поколениях, о будущем. Нам надо быть уверенными, что наши дети будут жить еще лучше. Государство же делает все, абсолютно все делает, чтобы общество развивалось. Я согласен с вами, Руфатман. Абсолютно. Но в любом случае, я думаю, что вот на сегодняшний момент основной целью, таргет цели должна быть то, что вот занятие предпринимательством, вот и семья, вот это не должно быть конфликтами интереса, да, то есть не должен вставать такой вообще вопрос, по идее. Понятно, опять-таки, женщина как хранитель семейного очага, вот… Мы дополняли бы друг друга, было бы… То есть у нас, вот в нашем понимании на сегодняшний момент, вот когда говорят, вот женщина предприниматель, это всегда вот какой-то вот конфликт создает. А как же семья, а как же муж, а как же дети? Вот вы сами сказали, Руфатман, на сегодняшний момент очень такие, да, скажем так, есть хорошая возможность, чтобы это все нивелировать. И когда возникает этот вопрос, это не должно стоять дилеммой. Давайте сделаем так, да, мы пригласили сегодня представительницу прекрасного пола, тем более сама предприниматель рассказала. А то мы опять сидим, начинаем, понимаете, философствовать, да. И мы бы хотели бы вот сказать… Нельзя философию убрать от этого. Не, ну понятно, с самого начала, там прямо с названия сегодняшней передачи. Мы хотели бы сказать, что какие еще виды помощи вот мы будем призывать наших юных предпринимательниц, бизнес или даже те, у которых есть какой-то бизнес, какой вид помощи, консультации вы можете им оказать, чтобы они могли обратиться к вам? У нас проводятся тематические мероприятия. То есть, например, если мы видим, что у нас очень много обращений, связанных, опять же, с предпринимательством, как начать, как его продвигать, мы привлекаем наших активных, да, ханум, юристов, которые могут в формате конференции рассказать ответить на все вопросы. На все вопросы. Мы очень тесно коммуницируем с нашей аудиторией, очень часто проводим аналитику, то есть соцопросы. И, так скажем, опираясь на этот анализ, проводим свою очную деятельность. Вот мы стараемся вот так помогать. А коммерческие услуги оказываете вы? Коммерческие услуги. Да, то есть вы какую-то услугу, консультацию, но, естественно, за... На коммерческой основе, да. На коммерческой основе. Чтобы, опять же, помочь нашим ханам. Вы больше все-таки альтруистично настроенные. Ну, на альтруизме, в принципе, держится шар земной. Но, с другой стороны, если это предпринимательство, это должны быть какие-то определенные доходы. Конечно. Ну, опять-таки, организация практически год. Как вы создали, я думаю, что на сегодняшний момент идет пока что процесс такого адаптации. Я думаю, что через некоторое время вы... А что вы хотели бы сами себе пожелать, да? Тем более мы идем очень-очень быстрыми темпами к Новому году. Так, скажем так, да. Обычно мужчина же... Нет, она сам... Мы видим уже женщину, которая состоявшаяся, которая есть бизнес, которая занимается любимым делом. Поэтому давайте к ней относиться уже с точки зрения равноправия. А мы всегда... Видите, вы сразу меня это самое... Мне говорите, что... А это обычно мужчины желают там... Мы здесь на равноправных основах. Если равноправие, то окей. Да. Что вы могли бы себе... Ну, это я немножко, значит, иронизирую. А что вы могли бы... Как вы хотели бы видеть ваш бизнес в будущем, в следующем году? Спасибо большое за такую возможность поделиться, так скажем, нашей целью. Наша деятельность направлена на то, чтобы каждая могла получить такую возможность развить свое любимое дело. Потому что очень много идей, очень много проектов, которые требуют и финансовой помощи, и информационной поддержки. И вот я опираюсь всегда на информационной поддержкой, потому что это такая возможность на огромную аудиторию, на колоссальную аудиторию заявить о своем бизнесе. И, наверное, обращение ко всем нашим дорогим женщинам. Будьте увереннее в себе. Не бойтесь, а наше сообщество всегда поможет поделиться знаниями и постарается быть полезными. Вы контактируете с другими такими же... Значит, я думаю, более чем уверен, что вы с ними не конкурируете. Но вы, наверное, контактируете с другими. И сколько таких вот есть организаций, которые занимаются вот такой же деятельностью, как ваше? Ну, сказать, что какое-то женское сообщество... Я больше скажу, есть тематические сообщества. Например, сообщество гурманов и кулинаров. Есть сообщество юристов. Есть сообщество женщин, которые заняты в IT. Не обязательно, не обязательно. Это тоже без коммерческой основы? Потому что нас интересует, что предприниматством люди занимаются. А то так они рецептами могут до конца жизни делиться. Нет, почему же? Они проводят очень много мероприятий. Мероприятия могут быть как на платной, так и на бесплатной основе. Проявлять социальную ответственность. Да, больше такая общественная задача. Еще есть сообщество, опять же, там тоже женщины, и они задействованы в IT-сфере. То есть, да, программное там обеспечение, компьютерная грамотность и так далее. Женщины-IT-шники. Это редко. Их, кстати, много. Моя девушка хочет стать от IT-шника. Да, очень даже, я думаю, что востребовано. Да, и еще есть с вашего разрешения вот такой вопрос. Мне очень интересно. Вы сказали, что вы привлекаете, значит, в процессе деятельности привлекаете женщин-юристов, женщин-экономистов и так далее. А скажите мне, пожалуйста, такой каверизный вопрос будет. А вот когда женщина-юрист оказывает услугу, консультацию женщине-предпринимателю, скидки они делают обычно или они относятся к ним как просто к клиентам? Если юристы знают, что они от нашего, так скажем, сообщества, конечно же, есть льготы, какая-то бонусная программа. Это безусловно. Ну, это хорошо. А с какими, вот мы сегодня говорим, женское предпринимательство, женское предпринимательство, оно с точки зрения закона и права, в общем-то, от мужского никак не отличается. Никак не отличается. Но, тем не менее, как вы считаете, чувствуете ли вы какие-то различия? В чем отличие женского предпринимательства от мужского? Препятствия, может быть. Препятствия, проблемы, какие-то трудности. Тут это хороший вопрос. Да, очень. Спасибо большое за вопрос. Как я отметила ранее, очень положительная динамика роста предпринимателей в Азербайджане. И очень много есть программ, которые предлагают банки. Например, если женщина хочет элементарно какой-то капитал, то для них проводятся очень интересные программы. То есть тот же процент выплаты, если речь идет о кредите, то там и проценты меньше, и условия оплаты. Вы про банковские продукты такие, а вот все-таки какие-то есть программы. Да, да, да. Интересные проекты. Хорошо. Это здорово. Да. Ну что ж, друзья, во-первых, я и мы все, я думаю, желаем вам успехов в вашей деятельности. Спасибо. Пусть все, как, отвечая на вопрос Руфат Малима, как вы себе это видите, пусть все так и случится. Тем более мы в преддверии Нового года действительно записываем наш выпуск. Ну, до Нового года будет еще несколько выпусков. Да, в гостеприимном отеле «Хилтон». В гостеприимном отеле «Хилтон». Дорогие друзья, время, отведенное нам в эфире, подошло к концу. Хочу сказать, что сегодня, несмотря на все разговоры про равенство и гендерное равенство, тем не менее, сегодня у нас была гостья в нашем проекте. И проект ожил, был моментами ироничной, моментами очень такой живой диалог, активный. Хочу вам напомнить о том, кто сегодня участвовал в нашей передаче. Это были наши постоянные эксперты. Доктор экономических наук, профессор, депутат парламента Азербайджана Руфат Кулиев. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Доктор философии в области права, член коллегии адвокатов, глава Организации по правовому и экономическому просвещению предпринимателей Фархад Сатаров. Фархад Малим, вам спасибо за участие. Спасибо большое. И сегодняшней нашей гостьей была исполнительная директор женского сообщества «ИЗ» Инамлы Зариф Розахану Мамеда Розахану. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Удачи вам. На этом наша передача, наш выпуск «Часа предпринимателя» подошел к концу. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»